Уважаемые коллеги, а знаете ли вы страну такую древнюю и вечно молодую, где в лесу тетерева такуют, словно песней сердца околдуют, где, коль праздник, от души ликуют, коль работа, гору дай любую? Знаете ли вы такой народ, у которого сто тысяч слов, у которого сто тысяч песен и сто тысяч вышивок цветёт? Всё-таки я думаю, что приведённые строки народного поэта Чуваши Петра Хузангая дают достаточно яркий и точный портрет моей родной республики, отметившей на днях, как было отмечено представителем Совета Федерации, 100-летие со дня образования. Соответствующий декрет подписал в 1920 году представитель Совнаркома Ленин, отец которого, Валентин Иванов Илья Николаевич Ульянов, не только знал и поддерживал великого просветителя народов по Волжии и Урала, создателя чувашского алфавита Ивана Яковлевича Яковлева. Ну и, как полагают некоторые учёные, имел чувашские корни. Так это или не так, но вождь мирового пролетариата в любом случае связан с моей родиной, поскольку современная Чуваша в значительной степени сформировалась из былой Симбирской губернии. Для Чувашии, как и для всей России, главным богатством были и есть и будут люди, и мы гордимся нашими земляками, конечно, украсившим Санкт-Петербург архитектором, создателем или одними из создателей знаменитой ограды летнего сада Петром Егоровым, первым российским китаеведом Никитой Бичуриным, кораблестроителем, академиком Алексеем Крыловым, всемирно известным поэтом Геннадий Майги, покорителем космоса Андрианом Николаевым и его младшими звёздными братьями, которые тоже получили путёвку в жизнь в Чувашии, это Николай Бударин и Мусам Монаров. На Чувашской земле сделали свои первые шаги. Герой Бородинского сражения, инициатор строительства Храма Христа Спасителя, генерал Пётр Кикин, можно сказать, и легендарный Василий Чапаев, актёры Николай Мордвинов и, тоже можно сказать, небезызвестный Станислав Садальский, прошу прощения. Балерина Надежда Павлова, изучий Виктор Мазырин, создатель особняка Морозова, где ныне дом приёмов правительства на Воздвиженке, композитор, автор многочисленных хитов Алексей Мужуков и оперный певец, народный артист Максим Михайлов. В Чувашии жили и творили актёры Пётр Вильяминов, Зинаида Шарко, композитор Андрей Ишпай, математик, ректор Казанского императорского университета Николай Лобачевский. Народ Чувашии бережно хранит и передаёт от поколения к поколению лучшие традиции. Вот и мы с моим коллегой Вадимом Николаевым и исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым хотим, чтобы вы тоже хоть чуточку ощутили атмосферу нашего праздника, отведав знаменитых чувашских конфет ручной работы и мёда. А яркая и красочная книга, выпущенная к юбилею, поможет вам совершить увлекательные путешествия в край 100 тысяч слов, 100 тысяч песен, 100 тысяч вышивок. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Коллеги, какая у нас замечательная страна, да, просто потрясающая. Николай Васильевич так красочно описал. Хочется ещё раз искренние слова поздравления передать всем жителям Чувашии, поблагодарить их за их созидательный труд, за то, что они так бережно охранят традиции, корни, истоки. И вас, Николай Васильевич, настоящего патриота своей родной земли. Спасибо. Продолжение следует...